У нас в гостях Тимофей Головин, активист Русского культурно-образовательного центра Луганского государственного университета имени Даля, студент кафедры государственного управления. Доброе утро! Здравствуйте! Буквально недавно вы вернулись из летней школы журналистики, а именно вместе с активистами нашего Русского культурно-образовательного центра вы отправились в Тверскую область. Все правильно. С 17 по 23 июля вы находились там. Что там происходило и что это вообще за школа такая журналистики летняя? Летняя школа журналистики — это достаточно большая площадка, которая объединила более 111 участников, 81 высшее учебное заведение и 52 региона нашей необъятной страны. Она направлена на популяризацию науки наших ученых российских. И наша задача была составить лунгрид мультимедийный. Это условно большой текст, который наполнен мультимедийным сооружением. То есть это как инфографика, это и видео, и фото. Как вы туда вообще попали? Попали мы туда с форума «Южный рубеж», который состоялся совсем тоже недавно, и на котором мы заняли тройку лучших, то бишь наша команда из Луганского государственного университета, и там также участвовало более 26 вузов, и наша команда заняла тройку лучших. Насколько мне известно, уже в самой летней школе журналистики у вас были очень весомые спикеры. Кто перед вами выступал? Перед нами выступала декан Московского государственного университета имени Ломоносова Елена Вартанова, это что хотелось бы отметить, и также ведущий телеканала «Москва-24» Иван Лозовой. Это те люди, которые больше всего запомнились, но тем не менее там присутствовали очень большое множество спикеров, достаточно интересных спикеров, которые очень опытны в своей сфере, в медиа сфере нашей. А вы знали о том, кто вообще будет перед вами выступать? Либо же это вот на месте, вы, собственно, обо всем и разузнали? Когда мы приехали на площадку, нам предоставили программу, а вообще до отъезда программу мы знали еще за день. Вот, поэтому было интересно как раз-таки уже увидеть этих людей, поскольку интрига уже подогрета, было интересно. А что вот больше всего запомнилось, что они вам рассказывали? Возможно, какое-то напутственное слово вот прям врезалось в память. То, что у нас большое будущее, медиа — это серьезный инструмент влияния, вот, и если мы опытны в своей сфере и будем продолжать работать над собой, над материалом, который мы представляем своим зрителям, в своей целевой аудитории, это может сильно повлиять на наше будущее. Насколько также мне известно, у вас были какие-то прям командные состязания, в которых вы одержали безоговорочное первенство. Рассказывайте, хвастайтесь. У нас было две номинации, по итогу которых мы были награждены. Первая номинация — это написание лучшего лот-грита, а вторая номинация — это лучшая команда. По итоговому зачету всех достижений, которые заработала наша команда, это активность на лекциях, проявление активности вообще, в принципе, как таковой. По этим всем достижениям наша команда по сумме одержала победу, то бишь подсчитали все, подсчитали все достижения и выявили лучшую команду. А ребята вообще откуда еще были вместе с вами? В нашей команде присутствовали ребята из Москвы, из Владивостока, из Тулы и из Вологды. А как мне просто очень интересно, за достаточно короткий промежуток времени вы смогли настолько сильно сплотиться, что в конечном итоге вы стали лучшими, вы стали первыми по факту. На самом деле роль капитана в нашей команде выполнял я, и, на мой взгляд, роль капитана заключается в структурировании работы своей команды, чтобы все работали как единый механизм, чтобы не было никаких недоговоренностей. И поскольку мы расставили все приоритеты, это было сложно, было выпито много чашек кофе, но мы структурировали работу и распределили обязанности. И уже в последние три дня было ясно, кто за что отвечает, и люди уже знали, что им делать, то есть не было никакой неопределенности. И выполняли свои задачи. А сколько всего было человек в команде? Десять. Десять человек? Сто один из участников. Слушайте, ну вы же взяли на себя очень большую часть ответственности, если не всю получается. А как вы стали капитаном? Кто вас выбирал? У нас был прекрасный куратор из Московской государственной юридической академии. И на нашем собрании, в первый день форума, мы собрались с ребятами, и поскольку мы уже поняли, кто за что отвечает примерно, то есть в своей сфере, но еще не разобрались, за что отвечать в команде, было принято решение единогласно, я в этом решении никакого чести не принимал, что я стану капитаном, и я сказал, ребят, давайте посмотрим, но если что, можно роль поменять. Но при этом я понял для себя то, что, скорее всего, я буду более полезным, поскольку я уже был опыт капитана, роли капитана, и я прекрасно понимал, как это можно будет организовать. А, скажем так, с командами-соперниками вы как-то вот нашли контакт, коммуницировали вообще? Все ребята, которые были на площадке, они по-своему уникальны, интересны, и практически с каждым человеком, который там был, я нашел общий язык, контакт. Ничего себе! И нам было что обсудить, поскольку тема журналистики, она большая, там можно много о чем поговорить, найти общий язык, и поскольку была такая вот возможность, поэтому, да. Вы ее не упустили. Не упустил, естественно. Смотрите, у вас, получается, специальность государственное управление, вы поехали в летнюю школу журналистики, у вас были представители, кураторы, вообще юриспруденцию занимают, вот эту нишу. То есть, по большому счету, мы можем сделать такой вывод, что все специальности, которые так или иначе относятся к социуму, они были задействованы, так? Конечно. У вас уже, как вы сказали, был опыт быть капитаном команды, в общем-то. Соответственно, вы уже посещали всевозможные лекции, были на всевозможных конкурсах, и вот сейчас вот в вашей жизни произошла летняя школа журналистики. Как вы думаете вообще, в чем самый главный плюс участия в подобных мероприятиях? В абсолютно любом мероприятии, в котором я участвовал, как и моя команда, это в основном медиафорумы. И поскольку нам интересна эта деятельность, как активистов Русского культурно-образовательного центра, мы каждый раз подчеркиваем для себя что-то новое. Мы находим общие интересы, знакомимся с новыми людьми, обмениваемся опытом, и это все накапливается, и в итоге перерастает в общий продукт, то бишь в ту информацию, которую мы подаем людям. А черпаем мы ее абсолютно со всех источников, со всех форумов, которые происходят по факту в каждом регионе нашей стороны. Что-то свое вы для себя все-таки берете? Конечно, разумеется. А как вы стали активистом, в общем-то, культурно-образовательного центра? Это же так интересно. Как вы узнали о нем? На самом деле это началось достаточно давно, полтора года назад, когда я познакомился с несколькими активистами, которые сейчас с нами работают. И они уже меня познакомили с этой отраслью, с медиа-отраслью. И мне стало интересно, как это работает. Поначалу я принимал участие в каких-то съемках, подсъемках, что-то помогал, где-то снимал. А полноценно уже, когда пришел, влился в коллектив, мне стала доступна возможность создать свою рубрику. Вот сейчас я веду рубрику «История хранитфична» в нашем Луганском государственном университете Владимира Даля. И по совместительству помогаю еще в съемках других рубрик, которые активно смотрят наши студенты и студенты других университетов. А почему вы выбрали именно такое направление для своей рубрики? Как вам пришла в голову такая идея? На самом деле история — это то, что забывать никогда нельзя. За историей наше будущее. То есть если мы не будем помнить историю, не будет нашего будущего. Поэтому я считаю, что нужно доносить до людей то, что было. И я думаю, из того, что они получат в итоге, они смогут как-то составить свою картину, как это может быть. Сейчас достаточно много тем, которые нужно освещать. В том числе то, что сейчас происходит у нас на родине. Как и было на родине, на нашей. То есть это от Афганистана, начало Великой Отечественной войны, битва за Варшиловград и прочее такое. Это интересно, на самом деле. Рассказывать об этом, погружаться в историю и знать, как это происходило. В общем-то поэтому, собственно, вы выбрали данную тематику. Все правильно. Ребята, которые еще не стали активистами, но, возможно, ходят по университету, смотрят так немножечко на вас, посматривают. И пока еще не решаются вступить в ряды ваши. Что можете им пожелать? Возможно, какое-то свое напутственное слово у вас есть. На самом деле, ребят, двигайтесь, как вы считаете нужным в своей жизни, как вы себя видите. Но отрасль медиа, которую я выбрал и мои коллеги, это достаточно перспективная отрасль, в которой каждый человек, который будет в этом заинтересован, он сможет найти себя. Здесь есть о чем рассказать, есть о чем поговорить. И тем более, эта отрасль очень активно поддерживается Министерством образования и науки Российской Федерации. Возможно, во всей медиасфере у вас есть какой-то кумир, на которого вы равняетесь, либо же просто вы на него смотрите и думаете, вот, человек делает хорошее дело, хотелось бы сделать что-то подобное. Это может быть человек абсолютно с любой области, просто вот мы его знаем. Это не обязательно журналистика, либо же вот что-то такое прям исконно медийное. Возможно, это кто-то из политики. Хочу равняться на нашего президента Владимира Владимировича Путина, который сейчас в наше время делает огромные вещи, огромный вклад для своей страны, как для нас, так и, в принципе, для всех, кто с нами проживает. Если, допустим, вот мы можем немножечко заглянуть в будущее, так как вот вы все-таки, у вас профиль исторический, да, в вашей рубрике, вы вообще занимаетесь государственным управлением, будете заниматься в будущем. Если мы немножечко приоткроем так занавесы нашего будущего, какое будущее видите вы для себя? В какой конкретно отрасли вы бы хотели развиваться, либо же, возможно, вы еще не определились до конца? Хотелось бы видеть свое будущее в где-нибудь... Хотелось бы видеть свое будущее на телевидении. Вот, я думаю, я наберусь достаточно опыта, чтобы уже достаточно быть грамотным в этой отрасли. Вот, и полноценно вести свой блог, как минимум его начать, чтобы доносить информацию до людей правильную, которая будет полезна, актуальна всегда. Вот вы сейчас упомянули такое слово блог и телевидение при этом. Многие сейчас спорят, в частности телевизионщики, что блогеры, скажем так, и журналисты — это не одно и то же. Как считаете вы? Я считаю то, что это одно и то же. И можно совмещать вполне, если вы работаете на телевидении, вы можете полноценно заниматься блогерством, снимать свой контент, возможно, какой-то, если так выразиться, бэкстейдж показывать, то бишь обратную сторону медали, чтобы это было интересно людям, то бишь совмещать. И если это будет интересно вам, как минимум, почему бы нет? Все-таки не могу вас не спросить, так как вы выходец из летней школы журналистики, как вы считаете? Вот сейчас у нас журналистика, в принципе, достаточно открыта для социума, для наших телезрителей, читателей и, в принципе, для всех людей. Как вы думаете, правильно ли это, что вот как раз-таки мы можем показывать бэкстейдж, как вы сказали, обратную сторону медали, либо же все-таки лучше, когда есть какая-то загадка во всей нашей работе? Я думаю, нота загадки, она должна быть везде, но все-таки основную информацию, то, что вы хотите показать, все-таки это будет очень интересно. Вот с моей точки зрения, показывать обратную сторону и оставлять вот нотку загадки, это вот прям идеально. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня пришли к нам в студию, рассказали о своем журналистском опыте, и я вам желаю процветания в этом интересном пути. Спасибо вам огромное. Я напоминаю нашим зрителям, что в гостях у нас был Тимофей Головин. Хорошего вам дня и успехов вам. Спасибо. Утро Донбасса продолжается. Оставайтесь на Луганск 24.